Проект благоустройства двора обсудили с жителями домов на Ленина 75 и переулка Новосёлов 1 и 3. В 2022 году здесь провели реновацию детской площадки. А вот проблема подтопления осталась. Подход к её решению требуется серьёзный. Прошлым летом в этом дворе для детей установили новый игровой комплекс, поэтому его уже никуда перемещать не будут. По проекту детскую площадку от проезжие части планируют отделить газоном, построить тротуары, выполнить капитальный ремонт проездов и расширить их с 4 до 6 метров. А ещё значительно увеличить количество парковочных мест. В этом дворе есть такая возможность. У нас есть некоторые свободные зоны, которые мы можем задействовать для строительства парковок, поэтому здесь проблем не будет. Двор приобретает проектных, да, постоянных 122 машиноместа и гостевых мест порядка 60. Жильцы этих домов всегда активно принимают участие в таких встречах. Несколько лет назад они также обсуждали с руководством города строительство в их районе аллеи лицеистов. Этот раз не стал исключением. Но я довольна, что вот сюда добавили нам зелёную зону и машины не будут тарахтеть в стену дома зимой, особенно когда все включают обогрев, с утра заводят машины. Я всё время слушаю, как тарахтят машины, какой сосед когда уехал, когда приехал. Я всё слышу, поэтому я против парковок, но я же не одна здесь живу. Стоянки и тротуар, вот на самом главное. Потому что с колясками выходим, а тротуара нету, и сразу улица. Но главная проблема этого двора – постоянное подтопление. Жильцы сомневаются, что просто ливневая канализация спасёт ситуацию. Глава города Елена Молдаван поясняет, что над решением задачи сейчас работают специалисты. И все нюансы учтут. Но полностью избавиться от воды во время весенне-осенних паводков вряд ли получится. Водоотводная система, вся вот этих платков, она работает когда? Ну, то есть, точно не в минусах. И точно нужно время, то есть, пока вот это всё растаяло, пока почистили, очистили. То есть, вот какой-то вот этот период, как мы говорим, такого межсезонья, всё равно будет. И дискомфорт определённый будет. Но как только всё отпарили, всё вычистили, система заработала, водичка начала уходить, всё, без проблем. На проблемные вопросы и ответы будут искать профессионалы. Насколько комфортным станет этот двор в следующем году – решать самим жильцам. Свои предложения они могут оставить в социальных сетях в официальной группе города «Муравленковский день». Татьяна Козырь, Виталий Сидняев, Новости Муравленка.